Простой и мощный инвертор напряжения с 12 вольт на 220 вольт. Не секрет, что все наши бытовые приборы они на 220 вольт. А как быть, если мы в автомобиле едем отдыхать? Вот для этого существуют инверторы, которые преобразуют постоянное напряжение 12 вольт в переменную 220 вольт. Перед нами схема инвертора напряжения. Вот это она. И сейчас мы рассмотрим, как она работает. Функционально эта схема разбита на три части. Вот первая часть это задающий генератор. Вторую часть мы можем назвать, что это двухтактный мостовой ключ. Ну и повышающий трансформатор с 12 вольт на 220 вольт. Задающий генератор собран на микросхеме SD4060. Это обусловлено тем, что мы можем обеспечить наибольшую стабильность частоты и при этом хорошую симметричность выходного напряжения. То есть для генерации импульсов используется двоичный счетчик, что, во-первых, позволяет работать мультивибратору на значительно высокой частоте. При этом величины емкости и сопротивления в его частотно задающей цепи, вот я их отметил, существенно ниже. Во-вторых, импульсы, генерируемые мультивибратором в этой микросхеме, проходят через деление двоичным счетчиком и снимаются с одного из его выходов. Поэтому обеспечивается хорошая симметричность выходных импульсов. Ну, а этот мультивибратор, о котором я говорю, он сделан на инверторах, которые входят в состав микросхемы. А вот частота генерируемых микросхемой импульсов зависит от RC-цепи. R1, вот R1 и C1 и конденсатор C1. Эта частота должна быть 25600 Гц. Если снимать импульсы с девятого выхода счетчика, то коэффициент деления будет равен 512. А частота на выходе Q9, это ножка 13, будет равна 50 Гц. То есть та частота, которая нам необходима. Это вторая часть токовый двухтактный мостовой ключ. Этот ключ выполнен на ключевых разноструктурных полевых транзисторах от T3 до T6. Вот я их отмечаю. Управляется ключи импульсами с выхода микросхемы Q9, ножка 13. И управляется посредством транзисторов T1, вот он, и T2. Транзистор T1 включен по схеме с общим эмиттером, а транзистор T2 включен по схеме с общим коллектором. Когда на выходе микросхемы Q9, ножка 13, логически 0, то оба транзистора T1 и T2 закрыты. При этом на затворы транзисторов T3 и T4 через резистор R6 подается нулевое напряжение, и транзистор 3 оказывается открытым, а транзистор T4 закрытый. В то же время на соединенные вместе затворы полевых транзисторов T5 и T6, у них затворы параллельные, посмотрите, вот я их отмечаю. Как и в случае с VT3 и VT4, сейчас рассматриваем T5 и T6. Через резистор R5, вот я его отметил, подается напряжение питания, и транзистор T6 оказывается открытым, а транзистор T5, вот я его отмечаю, закрытый. Получается, что первичная обмотка трансформатора нижним по схеме концом подключена к минусу питания, а верхним по схеме к плюсу. Но положение меняется, и на выходе микросхемы Q9, ножка 13, появляется логическая единица, и оба транзистора T1 и T2, они открываются. При этом, на соединенные вместе с затворами транзисторы T3 и T4, через транзистор T2, подается напряжение, близкое к напряжению питания. Посмотрите, в этой цепочке, и транзистор T4 оказывается открытым, а транзистор T3 в это время закрывается. В то же время, на соединенные вместе с затворами полевых транзисторов T5 и T6, через транзистор T1, вот он, я цепочку все это отмечаю, транзистор T1, и полевики 5 и 6, подается нулевое напряжение. И транзистор 5, T5, оказывается открытый, а транзистор T6 закрывается. И получается, что первичная обмотка трансформатора, нашего трансформатора, верхним по схеме концом подключается к минусу питания, а нижним по схеме к плюсу. То есть, меняется полностью полярность. Таким образом, происходит коммутация тока через первичную обмотку повышающего трансформатора. Очень все просто. В цепи питания 12 вольт у нас включен фьюз, то есть предохранитель на 20 ампер. Также, конденсатор C2 на 1000 микрофарад. Это сглаживающий конденсатор. То есть, предохранитель служит для защиты, а конденсатор для фильтрации напряжения. Так работает эта схема. Это простой и мощный инвертор напряжения с 12 вольт на 220 вольт. Вы видите, какой у нас ток в первичной обмотке трансформатора. 12 вольт 10 ампер. Это очень хороший и мощный инвертор напряжения. Ну и конечно, по традиции, буквально два слова о ключевом элементе инвертора. Это микросхема CD4060. Сейчас на экране мы видим Connection Diagrams. Это просто распиновка расположения выводов микросхемы. Структурная схема микросхемы сейчас у нас на экране. Конечно, эта микросхема очень непростая и ее нужно рассмотреть отдельно, что мы и сделаем в отдельном видеоролике. Мы рассмотрели принципиальную схему простого, но мощного инвертора напряжения с 12 вольт на 220 вольт 50 герц. Схема не сложная, схема простая. Ее можно легко повторить и она будет очень хорошо работать. В следующих видеороликах мы подробно рассмотрим микросхему CD4060, как она устроена и как она работает, а также какие устройства можно на ней собрать. Это будет очень интересно и увлекательно. Я уверен, что вам понравился обзор этой схемы. Поставьте, пожалуйста, лайк и подпишитесь на мой канал.